Спасибо. Я намереваюсь сделать довольно-таки элементарное введение в проблему Эмми-Нютер. Это довольно-таки старая проблема. Ее около 100 лет. И так получается, что до сих пор нет никакого университетного подхода, поэтому все результаты довольно-таки спорадические, которые я постараюсь осветить. Проблема состоит в следующем. Пусть у вас есть конечная подгруппа над полем. Поле предполагается сегодня характеристика 0. Ну или вообще это будет поле комплексных чисел чаще всего. Группа конечная. Ну тогда у нас есть действие. Группа действует на афинном пространстве. И вопрос стоит в том, что является ли фактор многообразия КНПЖ рациональным. Алгебраическая постановка вопроса следующее. Мы можем рассмотреть аналогичные действия нашей группы на поле рациональных функций. И посмотреть на поле инвариантов. Ну и вопрос стоит, является ли это поле рациональным. То есть чисто трансцендентным расширением. В оригинале постановка вопроса была немножко более конкретная. Представление рассматривалось довольно-таки конкретное. То есть это было регулярное представление. Н – это был порядок группы. И переменные, занумерованные элементами группы. Ну и действует по следующему правилу. То это в оригинале постановка вопроса была немножко более частной. Частной. Значит, ну, интерес был связан с обратной задачей теории ГУЛА. Но с современной точки зрения она еще интересна, конечно, задача с точки зрения модулей. Про что я сегодня, наверное, расскажу. Более общая постановка может быть следующая. Мы можем посмотреть на другую проблему, проблему люрота. Значит, ну, опять же, алгебраическая и геометрическая и алгебраическая формулировки. Пусть многообразие х рационально. И мы рассматриваем доминантное рациональное отображение. Тут другое многообразие. И вопрос спрашивается, является ли многообразие у. Понятно, что проблема нютер является частным случаем этой. И здесь, ну, вот в этой постановке мы можем, конечно, всегда считать, ну, это почти очевидно, что это многообразие конечной общей точки. Ну, или алгебрическая постановка такая. Вы можете встретить ее в учебниках по алгебре. У нас есть чисто трансцендентное расширение. Рассматриваем в ней подполе. Ну, является ли это поле таким же. Ну, опять же, вот это мы можем считать, что это конечное расширение. Давайте так считать. Размерности, ну, давайте судим самый простейший случай. Размерность 1. Ну, тогда х может считать, что это алгебрическая кривая. И здесь мы можем считать, что кривая компактна. То есть мы можем взять ее проективное замыкание. Более того, мы можем взять нормализацию. То есть это не особое проективное кривое. Ну, тогда в размерности 1 рациональное отображение продолжается для регулярного. Мы можем считать, что это регулярное отображение. И у так же. То есть это отображение компактных ременовых поверхностей. Ну, в этом случае мы можем написать формулу Гурвитца. Ну, как угодно, для элеровых характеристик или для дифференциальных форм. Но она гласит следующее, что удвоенный род, ну, это или то же самое, что минус стопологическая или характеристика, равняется степень отображения умноженная на 2 плюс степень дивизора ветвления. То есть это накрытие, но оно не обязательно не разветвленное, оно может быть разветвлено. И ветвление дает нам положительный вклад. Это положительное число. Что мы знаем, что нам дано? Нам дано, что это многообразие рационально. Рациональная кривая – это в точности P1. над нашим полем. То есть здесь у нас отрицательное число. Ну, соответственно, здесь должно быть тоже отрицательное. То есть рот кривой – отрицательный. Правильно нулю. Ну и дальше стандартные соображения. То есть я изначально не предполагал, что поле алгебраически замкнуто. Если поле алгебраически замкнуто, то кривая рода нуля – это, конечно, проективная прямая. Если поле не замкнуто, то что мы можем сказать? Над любым полем на алгебрическом многообразии Канонический дивизор Определён над основным полем. Наша кривая может не иметь точек априори. То есть той точки может не быть, но рот равен нулю, и степень минус канонического дивизора равна двум. Две точки есть. И если мы посмотрим на линию системы, определённую заданную этим дивизором, то так же, как и над комплексными числами Катереми Риммон-Роха, что эта линия системы не имеет боесных точек. И более того, она задаёт нам вложение. Как кривой степени 2. Ну, то есть это плоская коника. Вывод. Любая кривая рода нуль – это плоская коника. Ну, а для коники, что мы знаем? Если она не содержит точку, то она неизоморфна по 1. А если она не рациональна над основным полем. Если она содержит точку, то, конечно, стереографическая проекция из точки осуществляет изоморфизм по 1. Ну, таким образом, необходимо и достаточное условие для существования на них точки. Но что у нас есть? Поскольку точки есть на изначальном МКСе. Здесь точки были, поскольку мы предполагали, что это многообразие рационально над основным полем, К рационально. Здесь точки есть, поэтому они проектируются в какие-то точки. И всё. Приехали. Я специально проговорил это, поскольку это нужно для дальнейшего. Хорошо. В общем случае, что это нам даёт? Это даёт нам, что вот в этой проблеме Люрета вот это многообразие. В принципе, значит, ну вот на утренней лекции Федерик нам объяснил, что такие многообразия называются унирациональными. По определению Y унирациональны. Удетворяющие вот этому услугу. Ну а то, что мы поговорили, значит, изначально это многообразие было рациональным, то есть оно биорационально проектируло пространство, а проектирую пространство обладает тем свойством, что через любые две точки проходит прямая. Таким образом, что мы знаем, X рационально связанно. То есть общие точки соединяются с рациональной кривой. Ну, в соответствии с тем, что поговорилось только что, отсюда следует, что и Y рационально связан. Ну, таким образом, у нас есть цепочка импликаций. многообразие рационально влечет, что оно унирационально и это влечет, что оно унирационально связано. то, что нас интересует, то, что относится к проблеме Эмми-Нютер, это лежит где-то вот здесь. В общем случае, все эти импликации не верны. То есть обратные, все обратные импликации не верны. То есть нельзя сказать, что так, нельзя сказать, что так. Ну, вот возвращаясь к проблеме Эмми-Нютер, значит, должен сказать, что здесь по сравнению с изначальной проблемой Нютер, значит, гораздо более как-то завершенная теория, имеется гораздо более завершенная теория, в смысле, даны ответы на глобальные вопросы. Что известно? В характеристике нуль, если поле алгебраически не замкнуто, то универсиональность даже в размерности 2 проблема люрота не верна. Простейший пример это кубическая поверхность. П3. Если она минимальна, то есть никакие прямые не определены над основным полем, то никакие из 27 прямых, то она нерациональна, но при наличии точек она является универсиональной. Это можно найти, желающие могут найти хорошие в книжке маленькие кубические формы. Если поле алгебраически замкнуты, то в размерности 3, например, над комплексными числами, имеется масса примеров. Опять же, терема люрота неверна. Это было в 70-е годы в первый раз доказано сразу тремя группами авторов Артеном Мамфредом, Исковских, Манином и Клеменсом Гриффитсом для разных типов многообразия, совершенно разными методами. Но, что для нас интересно, здесь, например, следующее, что один из примеров это Клеменс-Гриффитс. Это, опять же, кубическая поверхность, не особая кубическая поверхность P4, не унирациональна. Более того, два унирациональна. Но не но не рационально. Значит, основной, конечно, было в статье Клеменс-Гриффитс доказать нерациональность. То, что она два унирациональна, это несложное упражнение, но поскольку любое накрытие степени 2 является ГУЛОА, это говорит нам о том, что не только просто какой-то конечный морфизм, как здесь, но и фактор по этому многообразию можно представить в точной биберсональной квалифистии, как фактор по группе порядка 2. Ну, когда вот это накрытие имеет степень 2. Да. Ну, значит, соответственно, оно ГУЛОА, и, значит, наш Х может представить как фактор по группе порядка 2. Ну, не обязательно, но не проективного пространства. Какого-то рационального многообразия. какого-то да. Ну, его можно как-то предъявить. Ну, более точно, для этого нужно вспомнить, как доказывается унирациональность. Два унирациональности кубической поверхности. Нам нужно зафиксировать прямую раздутие получившееся многообразие. Это просто проекция с прямой дает нам структуру рассловения на конике над П2. проекция с прямой гиперплотское сечение нашей кубики дает нам вычетные коники. Получается рассловение на конике. Но оно не является локально тривиальным. Ну, однако исключительный дивизор является два сечения. Поэтому если мы сделаем замену базы, исключительный дивизор это рациональная поверхность, это мы можем сделать замену базы. И то, что здесь образуется с этой стороны диаграммы, это П1 расслоение уже локально тривиальное. оно имеет течение, значит, оно локально тривиальное, значит, вот это многообразие рациональное. И вот это многообразие двулистно накрывает нашу Х. Но вот это многообразие, про которое я говорю, его нужно попарализовать по группе порядка локально. Значит, возвращаясь к проблеме люрота, осталось сказать что-то про размерность 2. Опять же, в утренней лекции Фредерик нам напомнил, что такое рационально связанные поверхности. Значит, если Х это рациональная поверхность, и она отображается в в общей точке, конечным образом на другую поверхность, то эта поверхность рационально связана. Ну, а это влечет, что она самая рациональная. Она с одной стороны, поскольку она рационально связана, она является линейчатой, то есть расслаивается на рациональной кривой, можно организовать слои некоторого слоения. С одной стороны, с другой стороны, поскольку она рационально связана, то база расслоения тоже должна быть рациональной кривой. Ну, деваться некуда, эта поверхность должна быть рациональна, то есть она представляется в таком виде, где база это P1 и общий слой тоже P1. Ну и если мы посмотрим опять же на общий слой, это кривая, которая рациональна на замыкание. То есть это кривая арифметического рода 0. Так же, как и общий геометрический слой. С другой стороны, по теореме Дзена на ней есть точка. Теореме Дзена в точности говорит о том, что коника над функциональным полем кривой обязательно имеет точку. Ну, что и требовалось здесь. Так же, как и в предыдущем рассуждении. Хорошо. Это говорит нам о том, что... Да. Что здесь по существу? По существу, что полиалгебрические замки. Если нет, то теорема Дзена не работает. Теорема Дзена — это поле функциональных... Дзена на поле функции над кривой над алгебраически измеренным полем. Таким образом, двумерная теорема Люрта верна. Давайте я сформулирую в виде утверждения. Если Игрек — это... Вот пояснение этого дела. Ну, или второе пояснение можно через дифференциальные формы. Опять же, как в утренней лекции Игрека. Мы знаем, что... И поскольку оно универсионально, то на нем нет никаких глобальных гламурных форм. Или мультиформ. Ну, и тогда мы можем применить просто критерии рациональности. Значит, да. И еще, конечно, я напомню, что мы предполагаем, что характеристика равна нулю. Оба этих... Оба эти предположения важны. Про замкнутость поля я уже говорил. Про характеристика нуль тоже следует сказать. Это тоже необходимо. И поскольку имеются контрпримеры поверхностей, даже поверхность общего типа может быть у нерациональной, положительной характеристики. Это связано с тем, что вот это накрытие, оно не всегда... Ну, в смысле... Если оно не сепарабельно, то у нас есть проблемы с поднятием дифференциальных форм. Хорошо. Что отсюда мы можем вывести для нашей изначальной проблемы? Значит, и теперь мы посмотрим на... Афинное пространство над нашим полем. Если мы выкинем отсюда нуль, то мы можем спроектировать его в коллективное пространство уменьши размерности. И у нас есть группа, которая действует здесь. Соответственно, она действует здесь. Мы можем посмотреть на это отображение, замкнуть его. Что мы получим? Мы можем получить из него некоторое многообразие ХПН-1, которое является по один рассловению. Ну, на самом деле, чтобы для него получить, что нужно? Нужно замкнуть наше АН в полетенном пространстве. Да, в ПН. Значит, начало координат это точка, которую нужно раздуть. Х это просто раздутие начала координат. Хорошо. И мы все это можем достроить до такой коммутативной диаграммы. профоризуем теперь по нашей группе Ж. Что мы знаем? Мы знаем, что здесь у нас это является по одним расслоением. Соответственно, слои этого отображения, ну, они или изоморфны, или являются факторами по каким-то стабилизаторам. Но в любом случае слои этого отображения рациональные кривые. И если мы это многообразие обозначим за Y, то общая точка, опять, общий слой, кривая рода 0. И более того, мы имеем по крайней мере два сечения заведомо. Значит, прообраз начала координат, а также бесконечно удаленная гиперплоскость являются сечениями нашего расслоения. Сечение – это означает, что здесь есть К-точка. К точка над полем функции базы. Значит, это кривая, определенная над полем рациональной функции. Здесь и она имеет точку. Значит, это кривая рациональна, изоморфна П1. А значит, над этим полем, скажем, К большим. Ну, а значит, поле рациональной функции на этом многообразии есть не что иное, как поле вот это с добавленной одной переменной, просто независимой. Ну, а это означает, что это поле стимулируем утверждение. В этих обозначениях поле функции К от АН по Ж изоморфна поле функции К от П Н минус 1 по Ж просто с добавленной одной переменой. Ну, таким образом, у нас есть редукция. В меньшую размерность. Но проективные, уже проективные многообразия. Мы стартовали с афинного, перпоективные. влечет, что про обратную импликацию опять же мы не можем сказать. Значит, чтобы что-то говорить про обратную импликацию, давайте я сформулирую определение. Многообразие х стабильно и рационально. если х, умноженное на какое-то проективное пространство, ну, или афинное пространство, существует Н, так что оно становится рациональным. Опять же, стабильная рациональность лежит между рациональностью и унирациональностью. Рациональность влечет стабильную рациональность это влечет унирациональность. обратные импликации в общем случае не верны. Хотя вот здесь то, что известно, по сути, делаю на самом деле единственный пример. Это поверхностными незамканными полями или трехмерное многообразие над замканными, над комплексными числами. Но эта серия примеров, по сути дела, пока на данный момент единственная. И умножение здесь идет на по крайней мере n равняется 2. В контрпримерах n равняется 2. А не единицы, как здесь. Так что, в принципе, есть надежда, что эти два утверждения эквивалентны, хотя на самом деле до сих пор это не выяснено. Хорошо. Тем не менее, это утверждение плюс положительное решение проблемы Люрета в размерности 2 говорит нам следующее. Если же G, G, N, H, конечная группа, тогда первое, если N меньше или равняется 2, то P, N, по G рационально. А, коль алгебрячики замкнуты. Это положительное решение проблемы Люрета в маленьких размерностях. И если N меньше или равно 3, то A, N, G, рациональность. Значит, это более-менее такие общие факты. Что еще известно? Давайте я сформулирую. это более-менее недавний и такой не совсем явный результат Андрея Трипалина. Говорит о том, что если поле не обязательно алгебра через замкнуты, то тем не менее это верно. Если поле но характеристика предполагается все-таки нулем. Ну, в основном, конечно, в содержательной части это N равняется 2, то P2. Ну, и, соответственно, A3 также рационально. с любым полем, но это все-таки результат, который использует какую-то явную классификацию конечной группы и прочее. То есть, это более-менее общий результат. Хорошо. Что давайте я напомню, что еще известно? конечно, наверное, следовало бы начать с колец. Что мы можем сказать про Кольцин-варианты? Я напомню классическую тюрему, которая описывает, как ведут себя Кольцин-варианты. Опять, если же и поле алгебраически замкнута, то теорема Шепот тут Швале говорит о том, что следующие два условия эквивалентны. Поле Кольцин-варианты группа действует в нмерном пространстве, соответственно, действует на кольце регулярных функций. Является слово кольцо многочленов тогда и только тогда, когда группа поражена отражениями. В этом случае под отражениями понимаются матрицы вида в некотором байсе, записанные в таком виде. Все единички и одна не единичка. То есть рамк E минус данная матрица равен единице. Должно быть поражено вот такими отражениями. Хорошо. Давайте рассмотрим пример. Пришло время что-то вычислять. Давайте рассмотрим простейший пример. Пусть рассмотрим C2. Группа циклическая. Соответственно она действует какой-то диагональной матрицей. И матрица может быть например такой. это наша группа G. Кольцо N-вариантов порождается чем? Ну понятно что это переменные остается ну а это ну должно быть выходить в кубе. Ну и понятно что все остальные инвариантные многочлены выражаются через них. Значит приехали поле рациональной функции вот такое ну и видно что это полностью согласуется с теоремой которая написана здесь. Эта группа проведена отражениями одним отражением и получаем кольцо многочленов. Ну мы можем рассмотреть другой случай. Группа вот такая. Ну тогда снова с кольцом вариантов можем очень просто поступить. Она проведена чем? Ну понятно что первая переменная в кубе вторая переменная в кубе а также их произведение тоже инвариантно. Ну и все. Опять же все остальные поскольку группа диагональная то кольцо многочленов порождается кольцо инвариантов порождается просто маномами. ну и вот мы все выписали на самом деле все базисные видно что это уже не есть кольцо многочленов но мы можем что-то сказать про поле ну для начала можно сказать что-то про многообразие если мы обозначим этот инвариант через у этот через в этот через w то видно что это то же самое что от независимых переменных у в w фактор по вот такому вот идеалу то есть это многообразие заданное одним уравнением такой гиперповерхности но видно что например в выражается через у и w поэтому как полин вариантов x1 x2 порождено ну вот двумя например у w ну и последний случай чуть более сложный если у нас это просто скалярная матрица здесь других возможностей кроме этих трех нет ну тогда кольцо вариантов порождается вот такими многочленами x1 в кубе x2 в кубе мы просто всеми степени 3 x1 квадрат x2 x1 x2 в квадрате между ними есть три соотношения квадратичных то есть то что мы получим это задается уже не одним уравнением а тремя то есть это многообразие не является полным трещением ну а с полим вариантов все очень просто оно порождается скажем x1 в кубе их отношениям хорошо значит все это можно очень легко обобщить значит вот есть два соответственно есть очень простых факторов да кубический корень это обобщенные отражения ну если epsilon это плюс минус единица то это обычное отражение это ну иногда их называют обобщенные отражения скажем так да ну я это слово обобщенность опускаю хорошо значит из теоремы Шемера-Тодда следует что ну если группа проезжена отражениями то конечно то 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 просто изоморфно КН, соответственно, рационально. Ну, а ПН-1, АЖ, изоморфно. Ну, вопрос на понимание, к чему? Ну, это будет, если проективное пространство это прочь алгебра многочленов, то это будет тоже прочь алгебра многочленов, но взвешенной. Но оно называется взвешенным проективным пространством. Ну, оно склеивается из кусков, оно покрывается некими афинными кусками, которые есть факторы. То есть вот это пространство, оно чаще всего особо. Если эти числа различны, то есть вы на кольце многочленов вводите гравировку отличную от стандартной, то то, что получаете, получаете особое... Ну, тем не менее, оно рационально. Легко видеть, что... Или... Можно оставить в качестве упражнения. Но, к сожалению, это случается очень редко. Группы порожденных отражений по сравнению с остальными линейными группами очень мало. Они все классифицированы, содержатся в некоторых таблицах, которых, в принципе, очень мало. Там в низких размерностях они есть. Дальше там, кроме симметрических групп, там мало что появляется. Поэтому применять эту теорему можно лишь в очень ограниченных случаях. Ну и второй, вот исходя из этого примера, что я бы хотел прокомментировать, что можно отсюда вывести? Ну, такую теорему, которая, в общем-то, является упражнением линейной алгебры. Пусть группа Ж Абелева. Конечная. Поле алгебраически замкнуто. Ну, тогда мы считаем, что она ЖНК. Рациональное мегобразие. Доказательство упражнений в линейной алгебре. Если мы знаем, что поле алгебраически замкнуто, то действие группы можно диагонализовать. Мы можем считать, что группа действует там на переменных Х1 и так далее, ХН. по правилу ХИТ Лямбда ХИТ. Умножать переменные на числа. В этой ситуации если мы смотрим на инварианты, то на инвариантные функции, то поле инвариантов порождается маномами, инвариантными маномами. Под маномами, я понимаю, опять же, обобщенные как положительные, так и отрицательные степени. Вот как здесь. Как в этом примере. То есть, если мы рассмотрим в поле подмножество, значит, W0, это всех маномов, ну, то есть, всех элементов вида альфа, Х1, К1, Х1, К1. Вот. И теперь рассмотрим его фактор по маленькой созвездочке. Вот это просто решетка. Изоморфная Z. Она с мультипликативной записью, но с аддиктивной записью она была бы Z в степени N. Наша группа действует здесь, ну, соответственно, она действует здесь. Ну, то, что я сказал, если мы обозначим теперь V0' это пересечение с то элементы отсюда порождают все поле вариантов. Мы можем его спроектировать вот сюда. Это решетка, это в ней подрешетка. Элементы отсюда можно рассматривать как порождающие нашего поля вариантов. Ну, соответственно, по теории Гула среди этих порождающих существует ровно N ну, давайте мы сейчас находимся пока в афинной ситуации. Доказываем A N по G то есть это поле степени трансцендентности N но тогда здесь есть ровно N алгебрически независимых а с другой стороны это подрешетка конечного индекса. Значит, среди нее можно выбрать ровно N элементов базиса. Вот выберем этот базис и он будет ни с чем иным как порождающим нашего поля вариантов. Вот и все. Это примерно то же самое, что было сделано вот там в примере. То есть это простейшая линейная алгебра но это один из немногих случаев, когда вот такое простейшее соображение работает. То есть кроме абитовых групп ничего другого подобного опять же в этой теории придумать нельзя. Но тем не менее с абвельными группами все хорошо. При условии, что поле что поле алгебрически замкнуто. Зачем это нужно? Нам нужно было диагонализовать действие. А в общем случае значит давайте я обрисую ситуацию в общем случае. В общем случае известно, что если поле не алгебрически замкнуто, например поле это поле акциональных чисел, то проблема ньотер имеет отрицательное решение. Имеет отрицательное решение даже для циклических групп. Например, вот такой. Это на самом деле среди простых чисел это первое число, которое попадает. но это результат Сван-Воскресинский. Более того, для циклических и обилиевых групп над числовыми полями более-менее ответ более-менее известен. То есть имеется полное описание. В одну сторону доказывается рациональность такими чисто алгебрическими методами, с другой стороны есть вариант, который их различает. Да, это торическое многообразие и как раз используется техника торов над незамканными полями. Ну, то есть идеи доказательства я не буду на этом останавливаться, не планировал, но идеи доказательства нерациональности здесь над числовыми полями нужно построить для фактора нужно построить хорошую проективную модель и рассмотреть действия группы Гулана о группе Пикара. Значит, инвариант H1 Гло на Пикаре хорошей модели является инвариантом и более того это является стабильным нерациональным инвариантом. То есть эти многообразия не только нерациональны, они стабильны нерациональны. И второй отрицательный ответ к проблеме Люрета это Салтман и Богомолов. Если поле алгебра замкнуто, опять же все эти примеры довольно-таки похожи друг на друга. Они используют варианты это неразветвленная группа Брауэра поле инвариантов и доказывается, что если G то есть существуют группы G P-группы порядка P6 ну больше равняется P6 в частности P6 такие, что Каин эти многообразия не являются стабильной рациональной даже. Но все примеры довольно-таки похожи друг на друга. Они строятся как P-группы специального вида. Например, все эти варианты типа Богомолова они зануляются на простых группах. То есть просто проверено, что для простых групп вот это не является препятствием для рациональности. что еще раз можно я да это это что нет там условия насколько я помню условия то что характеристика взаимно проста с этим P да размерность имеется ввиду? нет ну если характеристика не под взаимно проста с G то есть вопросы про то что такое группа есть понятие групповая схема фактор можно брать фактор по групповой схеме для начала то есть возникают сразу вопросы в каком смысле вы рассматриваете фактор для начала но если P группа то по моему насколько я знаю имеется P группа имеется результат что по моему для полей вариантов там ответ положительный хорошо одно замечательное наблюдение основанное на теореме типа термогибрит 90 я сейчас его сформулирую группа уже действует на некотором многообразии афинном например так что действия дженерик или это означает стабилизатор общей точки тривиалин общей геометрической точки и пусть у нас есть векторное расслоение на дексу локально тривиальное веке векторное расслое рассмотрим как алгебрическое многообразие тогда пусть функции к в от же это поле функции к от x пажа туда воздавленными м переменами таким образом если x пажа рационально то и w пажа рационально значит очень полезное наблюдение сейчас я его докажу быстренько и может быть лучше сначала сказать как я его хочу применять применять можно в стандартной ситуации пусть у нас есть два векторных пространства и же действует ну вот предположим на этом пространстве линейно ну и на и точно то есть она складывается в жель вкладывается в жель в один и жель в два тогда фактор в рационально изоморфинг фактору v1 по g на v2 и с другой стороны он персональный заморфинг фактору в давайте ну по сути дела действует точно значит выполняется условие вот этого предложения ну и вот в точности то что написано здесь для полей функции есть для многообразие но о чем это говорит это говорит нам о том что очень замечательный факт что стабильная рациональность этого и этого многообразие эквивалент то есть вывод стабильная рациональность не зависит от представления есть только от группы ну конечно мы имеем ввиду только точное представление иначе вот по группы конечно нам дадут какие-то контр примеры есть центр всегда который может действовать реально то есть еще еще раз стабильная рациональность фактора по конечной группе не зависит от выбора точного представления хорошо ну вот давайте вот это предложение докажем она следует такой ли мы довольно таки легко формулируемой обыденной пусть у нас есть канат к 0 это расширение глуа группы же действует на этом вектором пространстве но не линейно полу линейно ну так же как вот на комплексных на комплификации значит же действует на вы тогда первое утверждение самому пространство в есть не что иное как инварианты в тензорно над к на к то в общем то не ожидаемо но может быть требует доказательства и в частности к если мы рассмотрим на поле функций над к маленьким вот это многообразие поле функций над к маленьким она совпадает с полем функций в же но опять же хорошо ну это вот лима полностью сразу нам дает вот это вот утверждение единственное что может быть по маленькой здесь плохой символ поскольку его нужно заменить на или наверное здесь к маленькая вот здесь должно быть полем функций этого x а значит применяем вот эту лима вторую часть это лима к поле функции этого икса то есть это вот это вот к маленькая со поле функции ца как а большую ну и вот в точности это лима здесь есть хорошо доказательства стандартная алгебраическая может быть ущербниках во многих она есть в каких выбираем базис группу перечисляем нашу группу ж 1 здесь одинаковое количество элементов первый элемент будет единичкой фиксируем элемент в рассматриваем элементы выйти это по определению такие сумма осредняем по действию группы ж ж от такое ну и видно что это конечно инвариантные элементы поскольку мы осреднили по действию группы другой стороны мы можем расписать поскольку действие полу линейно полу линейно означает что выносится суда таким образом вот а ну и что мы видим мы видим что это умножение на некую матрицу нас и образовалась матрица с элементами в к большом утверждает что матрица не выражена это ясно ну если это вопросы по теории гло значит что мы сможем это базе заменить на другой базис который в принципе мы должны не они ограничены в начале выбрали базиса мы можем считать что у нас время примитивными элементами есть примитивный элемент то есть т т т и т это все степени по поводу элементами ну а тогда это вы определите вандер-монда хорошо ну а раз матрица обратима то ее можно обратить и и в выразить в который есть же 1 от это 1 же 1 от у от в извиняюсь можно выразить как линейно комбинацию ну вот элементов в ритах что это означает это означает что в наше в маленькая элемент лежит в в в этом тензорном произведении в в в в в комбинацию с коэффициентами в к большом элементов в и так в это и лежали здесь коэффициент здесь значит лежит здесь более того то построили отображение к линейные к маленькой линейные и доказали что оно все реактивно остается инъективность доказать предположим что мы что-то отправили в ну предположим что тут мы отправили в нул что это означает иначе начать мобильность околения инклимнации с коэффициентами из k или a w из ну какой то из коэффициентов не равен нулю например лямбда 1 не равен нулю ну тогда мы посмотрим на след лямбда 1 умножить на нечто это линейный функционал на значит поскольку у нас опять же теория Глуа значит поскольку отображение вообще характеристика нул сепарабельно расширение сепарабельно это не нулевой функционал а значит существует какой то элемент альфа такой что вот здесь не нуль ну а потом теперь применим это к нашему линейному соотношению получим ноль альфа лямбда и т это это не что иное как след сумма у и след альфа лямбда и т ну ну и ну и получили что мы имели вот такую линейную комбинацию с коэффициентами из к большого получили ее с коэффициентами из к маленького что противоречит нашей нашему предположению скажем так хорошо значит ну это доказывает первую часть вторая часть почти почти очевидным образом вычискивает из нее это легкое упражнение хорошо что я хочу дальше рассказывать я дальше хочу обсудить приложение ну хотя бы частичные приложения этой теории к рациональности многообразия модулей следующий этап я хочу доказать такую теорему пусть у нас есть м6 это многобратье модулей кривых кривых в роде 6 ну то есть римных поверхностей с шестью ручками тогда на самом деле многие многообразие модулей появляются как получается как факторы но к сожалению чаще всего по каким-то связанным группам это вот один из немногих случаев когда его можно реализовать как фактор по конечной группе значит группа будет с 5 симметрическая группа ну для этого вспомним как устроена кривые рода шесть утверждение которым я буду пользоваться пусть гамма предположим что она достаточно общая достаточно общая предполагает что она но не гиперлиптическая что она не тригональная что она не содержит линейной системы линейной системы в степени 5 размерности 2 не содержит и последнее что она является биолептической это означает что он не является двулистным накрытием электрической кривой это предположение общности поскольку нас интересует биорациональная структура то мы можем всегда выкинуть какие-то подмножество которые живут в размерности один и больше то есть можем замкнутые подмножества на гарвозе модели выкидывать запросто тогда вывод тогда конечно кривая поскольку она не гиперлиптическая допускает каноническое вложение в 5 и образ поверхности дельпецы единственные поверхности дельпецы это упражнение совсем это в принципе конечно доказательство это утверждение это тоже упражнение но в теории кривых это совсем не в ней или не в ней напомню наверное следует напомнить что такое поверхность дельпецы ну я сформулирую несколько эквивалентных определений первое самое простое мы зафиксируем две квадратичные формы две общие квадратичные формы и запишем уравнение p2 на p1 вот вот p2 будут ну карнат x1 x2 x3 а здесь будут y1 y2 уравнение вида y1 плюс u2 x1 x2 x3 y2 значит ну вот трехмерное многообразие в нем одно уравнение значит получаем некую поверхность форму общей поэтому это неприводимое многообразие каким свойством оно обладает если вот оно пусть это будет s здесь оно имеет проекцию одна из проекций это на p2 ну и мы смотрим что проекция персонально если мы общее три координаты то получаем здесь не нули если q1 и q2 не нули то возникает у нас возникает одно уравнение на y1 и y2 который имеет единственную источницу до пропорциональности решения получаем единственную точку значит это бирациональное отображение с другой стороны формы могут занулиться обе формы если обе формы занулиться то такое не пройдет что это означает ну это означает что над этой точкой живет целый целый p1 таких точек 4 это там где обе формы обращаются в нуль они общие таким образом то что выписано то что написано обладает таким свойством и прямых 4 прямых если мы здесь выкинем становится изоморфизм p2 без 4 точки и и и и и и и и эти 4 точки в общем положении ну и на самом деле легко видеть что в общем то с точностью до прикина эквивалентности мы имеем только одну возможность и такая поверхность единственно вот я говорю здесь она единственно кривой восстанавливается а в точности в определении такая поверхность единственная ну например если мы воспользуемся этим определением то упражнение показать что это так вот этот процесс называется раздутием значит второе описание значит если мы знаем что такое абстрактное раздутие с это раздутие четырех точек в общем положении процесс раздутие однозначен процесс раздутие точки однозначен и эти точки опять же с точностью до прикина эквивалентности четверка точек на p2 в общем положении единственное то есть это тоже нам говорит о том что это единство ну и последнее видимо доказательство придется оставить на следующий раз значит последнее описание поверхности Дель Пеца такое нужно нужно взять многообразие Грассова оно вкладывается это двумерные векторные подпространства в пятимерном векторном оно вкладывается в проективизацию внешнего квадрата ну и вот теперь возьмем его пересечение с это наша поверхность С будет пересечение многообразия Грассмана с общим подмогообразием линейным подмогообразием к размерности 4 это p9 с p4 вот это наша поверхность что отсюда можно заключить утверждение группа автоморфизма нашей поверхности это симметрическая группа с ну вот например из вот этого описание видно что по крайней мере симметрическая группа с 4 живет эти четыре точки можно переставлять к проективным преобразованием но на самом деле она чуть больше но видимо мое премию закончилось это останется на следующий раз так же как доказательства теоремы все я закончил